Иногда встречаются такие люди, которые сразу притягивают внимание. Хочется узнать их поближе, понять, чем они живут. Мне кажется, если бы он не стал актёром, то всё равно всегда был бы в центре внимания. Есть в нём какое-то особенное обаяние. После школы он пошёл учиться на электрика. И, кстати, именно в роли электрика его узнали и полюбили зрители. Сегодня мой герой – самый обаятельный участник квартета. И заслуженный артист Татарстана Камиль Ларин. Камиль, вы выросли в Волгограде. Ваше волгоградское детство было вот такое, как Паустовский описывал. Река, вода, рыбалка. Или что-то другое уже совсем? Да я вот сейчас, пока вы говорили про детство, я немножечко так туда вернулся. И первое, что я увидел – это солнце. Это солнце, это солнечное детство, прекрасное. То есть рядом Волга, действительно, какой-то лес. Я проводил всё время в каких-то… При том, что я хорошо учился, но, тем не менее, я проводил на улице. То есть мы вот и всем спортом занимались, и все у нас там и драки, и встречи были. У нас была система район на район. То есть ты из какого района? Из Кировского. И думаешь, правильно ты сказал? А, с Кировского? А это мы дружим, да. Всё, молодцы. Ага, то есть в лоб не дадут, да? Да, в лоб не дадут. Но тут надо было угадать, потому что, типа, ребята с Красноармейского, они недолюбливали уже там, допустим. Кировские. Кировские районы, и всё. И здесь тогда включались ноги, и… А большая семья, в смысле бабушек, дедушек, тётушек, дядюшек, все были вместе или все разбросаны? Дело в том, что, так как я татарин, вот, то татарская национальность, тем она отличается, что очень много родственников. То есть куда ни поедешь, обязательно будет твой родственник, да. У меня были две бабушки, дедушка, который воевал. Я приезжал к нему, мы сидели, он доставал какое-то домашнее вино, мы с ним выпивали. Я говорю, слушай, расскажи, как ты Жукова кормил? А он был поваром. Да, да, да. И он мне в очередной раз рассказывал, как вот приехали, вот этот высший командный состав, как они, значит, как он ходил, он был старшим поваром, и он ходил и проверял, не насыпят ли туда яда, понимаете, ну это же кошмар. Да, да, да. Вы были сорвиголова или вы были поймальчик и вас воспитывали в строгости? Я был первые три класса вообще круглым отличником. Ну, конечно, да. Но кто-то мне так дал понять, что, типа, ну это белая ворона, да, как ты так выделяешься. И я, мне в какой-то момент захотелось получить двойку, у меня такого не было. Знаете, это момент, когда вот хочется что-то разбить витрину. Ну вот это какой-то такой детский какой-то. Раз, и убежать, и посмотреть, как это будет. И здесь, соответственно, я тоже. Я получил двойку, я так был горд, потому что я знаю, что я могу ее исправить в любой момент. Это у меня двойка, обратите внимание. Да, да, я не так просто, как кажусь. Да, я не был там сорвиголова. Вот, я до определенного момента не мог врать, допустим. То есть для меня это так соврать взрослым, но меня так воспитывали. Вы же сейчас актер, вы все время врете. Так это же сейчас уже. Время-то изменилось. То есть вы специально учились? Нет, ну я понимал, что все-таки иногда соврать, наверное, лучше. Это там во благо будет. Актерские способности или, я даже не знаю, тяга вот к этому лицедейству, она когда появилась? Я любил просто гримасничать, паясничать, одевать парики. У меня у тети было много-много париков. Естественно, тогда было много фильмов про индейцев. Я надевал длинный парик, и я был индейцем. Я там бегал по двору у деда, значит. Вот один парик, потом второй. Потом я надевал колечки. Я там, я был граф, барон какой-то. У меня были перстеня такие. Вот, и я в них, значит, как-то... Потом я изображал ужас. Потом вдруг смеялся. Не-не-не, а это вот все изображал ужас перед зеркалом или перед аудиторией? Нет, это, конечно же, только перед зеркалом. Только перед зеркалом или только в какой-то в отдельной комнате. Я изображал, как вдруг там в меня попадала пуля, я падал, умирала, там, война. Один? Плохо. Ну, один, конечно. Я был очень жутко стеснительный. Я и сейчас очень стесняюсь многих вещей. Парадистом вы никогда не были? То есть, ну, я не знаю, не дразнились? Бабушку не передразнивали? Дразнился. Я, наверное... Она странно говорит как-то в обувках. Да, да, да. И рэ, и пришепетывать, вот это все, конечно, было. И в классе пятом, а я помню, было много сказок, где был миллиард. Да, да, да. И вот первая моя пародия, собственно, была на... Ивашка! И вот я смотрел этот фильм просто гениальный. Миллиард, да, да, да. И потом пошел Гарин, там, вот это, ну да, это я давно уже стал. Ну, все, хватит, ухожу в монастырь. Прекрасно! Вы в Саратове поступили в театральный ВУЗ, правильно я понимаю? Да. Причем это достаточно известное место такое, Саратовский театральный ВУЗ. Это не вот тебе какой-то там... Его заканчивали Янковский, Конкин, в общем, Миронов, Женя, по-моему. Тем не менее, Волгоград от Саратова все-таки далеко отстоит. Как вы туда попали? Я на тот момент учился в энергетическом техникуме. Вернее, как получилось, мне надоело учиться в школе, хотя я учился нормально. Вот, но я со школы, я уже все понял. То есть я закончил 8 классов, и дальше нужно было куда-то идти. И хорошо было бы, я так рационально подумал, хорошо было бы, если бы я, помимо еще общеобразовательных предметов, ну, какую-то профессию себе заработал. Вот, родители предложили, там, вот, поступай куда. Был нефтяной, там, энергетический и машиностроительный какой-то. Вот, про нефтяной. Их, если бы нефтяной. Кто его знал-то? Может, сейчас бы был бы при вышке какой-нибудь нефтяной. Вот. Но я не жалею, не зову, не плачу. Я, учась в техникуме, поехал с другом, там, на втором курсе, по-моему, поступать в Саратов. Вот. Нас взяли сразу на второй курс. Но я вернулся по просьбе и настоянию родителей. Вот. Они сказали, сынок, ну, надо доучиться. Ну, что ж ты будешь прыгать с одного на другой? Ты закончи, а потом, типа, езжай. Вот. Они думали наивно, что я остановлюсь на этом. А я закончил техникум. Вот. И потом сказал, ну, а сейчас, извините, я поеду в Москву. Я свободен. Да. Ну, родители очень скептически относились к моему выбору. Но, тем не менее, спустя годы, когда мама звонит, говорит, ну, как у вас в зале? Я говорю, у нас аншлаг. Мм. Понятно. То есть они уже поняли, что это приносит мне и удовольствие, и финансовую какую-то поддержку. И, в общем-то, как-то так узнают. И она время от времени там куда-нибудь приходит, говорит, а вот это мой сын. И гордится. Да. То есть практически в зале она встает. Я его мать. Ну, это вот только сейчас так стало, да? Ну, да. А до этого все это было трудно. До этого было как-то непонятно. Ну, что за профессия, артист? Ну, как ты будешь? Чего? Но, с другой стороны, вот не останови они меня тогда. От Саратовской приезда. Да. Поехал бы я в Саратов, закончил бы, допустим, или не закончил, неизвестно. Что бы было. А так я вернулся, доучился, приехал в Москву, поступил на один курс со своими однокурсниками, друзьями из квартета. Да. И мы сделали квартет. Ну, то есть все... Сошлось. То есть с Демидовым вы вообще в одной комнате жили в общежитии, да? Да, три года. Давайте послушаем, как Демидов об этом рассказывает. Так. В студенческие годы у него была девушка, некая девушка с мульттеатра, какой-то роман. И он, значит, ну все, узнал. Она не только со мной, к ней приходил кто-то еще. Я говорю, ну, вот она такая вот гадина, ну, брось ее. Нет, я буду выяснять, чем долго выяснял, 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 что выяснял. Ну, что, выяснял. Нет, значит, так, я увидел, он сегодня к ней пришел. Сейчас я пойду разбираться. Надел костюм. Костюм. Свой коричневый. Что-то написал. Поэму какую-то написал. Пришел, не прочитал. Во-первых, он, значит, ну не то, что выгнал, а выговорил этого друга из комнаты. Дальше он прочитал какое-то невероятное стихотворение. Типа там, да, я любил, но то как случилось, что вдруг там что-то надловилось, и все прошло. И то он пришел, я пришел, и он ушел. Теперь все кончено, прощай. И ты меня не забывай, все, что там было между нами, короче, к маме. Вот, и вот что я прочитал, значит, хлопнул дверью и ушел. Вот эта история, пришел довольный. А вы вообще такой занудный. Прекрасно. Нет, ну я же студент театрального вуза. Я хотел делать это красиво. Да, произошло такое событие. Да, морду набить неинтересно. Ну, конечно, банально, но зачем? А вдруг еще и тебе набьют? Бог его знает, кто там такой. Поэтому нет, красиво должно быть. Действительно надел этот несуразный коричневый цвет. Мне не идет коричневый цвет, но я его надел. Я взял эту поэму, сочинил. Он, конечно, гораздо красивее, чем сейчас Александр импровизировал. Чем Деменов посчитал, конечно. Вот, и я, значит, все это прочел. Зачем это было? Кому это было нужно? Ну, это своего рода вот такое. Я вот, я любил такое делать. Я вот любил почему-то. Причем не зная куда. Такой хуманс такой, как бы, да? Да, как минимум. Да, 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 да. Поэтому, ну да. А, наверное, девушкам это нравилось, да? Потому что это не банально. Конечно, им нравится, когда встают на колени, когда читают стихи, неважно про любовь или про расставание. Неважно, да, да, да. Ну вот почему-то это нравится. Да, страдают. Костюмы, опять же, поднадел. Это же вообще. Дурочки, конечно. Я не знаю. Я бы, наверное, сейчас вряд ли бы это сделал. Нет, ну вряд ли бы. Нет, и не дал бы. Нет, ну как бы отрезал бы. Сейчас бы сказал, да, иди с Богом. Да, ну еще на это тратить эмоции. А вот тогда хватало на это. А так хотелось. Хотелось всю ночь писать. Под утро я же пошел. В шесть утра. А вы помните, как вот вы все встретились, объединились? В смысле квартета? Ну да, мы учились, когда уже там четыре года были вместе, и понимали, что скоро мы будем выпускаться, и так хорошо все вместе, и вот мы уже там сроднились, и у нас есть и режиссеры, и актеры, и можно сделать театр. И как-то вот так получилось, что у нас был такой костяк, вот именно квартетовский, и еще режиссер Сергей Петрейков. Вот, и мы всем предложили, ребят, давайте мы сейчас закончим институт и будем театром. Все сказали, да, но когда мы получили дипломы, все как-то так разбежались, а мы остались четвером. И, по-моему, Демидов предложил, говорит, давайте назовемся квартет И. А почему И? Ну, потому что вот И еще кто-то будет с нами. Это такой соединительный союз. 93-й год. Четыре молодых парня, артиста в душе. Потому что, значит, играть негде, все разбежались. Обижались, а вот эта вся система, которая называлась советский театр, советское кино, она вся рухнула. Я помню Мосфильм прекрасно, да, по которому бегали крысы, всерьез. И помню точно так же... Бегали крысы и молодые артисты, которые хотели... Артистов было меньше камель, чем крыс. Ну, я помню, я на втором курсе туда, вот просто на Мосфильм, на Горьковской, я... Я помню, мне сказали, что ты будешь играть Ивана Грозного, молодого. Угу. А у вас бы получилось. Я такой... Да, да. Ух ты ж, здорово, все, сейчас у меня все откроется. Да, потому что вы почти... Потом все как-то так... Почти же Черкасов. Ну, по фактуре. По фактуре, да. Наверное. Вот. Ну, потом все это, естественно, куда-то уходило на нет. И, в общем... Да, действительно, когда мы выпустились, было совсем... Жили-то на что? Ели-пили на что? Ой, вы занимались какими-то продажами. То есть, профессией зарабатывать было невозможно. У меня есть, смотрите, это ленточка Тамады, Камиль Ларин свадьбы вел. Честное слово. Да. Я бесконечно уважаю мужиков, которые, имея, там, я не знаю, какие-то профессии, неважно, артистическое или, там, я не знаю, какие-то физико-математические или любые другие, которые в середине и в начале 90-х годов, они не то что не были востребованы, они вообще не существовали и денег не получали. И мужики справлялись. Они хоть что делали? Свадьбы вели, вагоны разгружали. Это всё гораздо сложнее, чем спиться. Да. Хотя можно было спиться. Нет, спиться, наверное, вряд ли. Нет, вряд ли. Вот. Но, действительно, у меня был совсем маленький сын, вот, которому сейчас уже 22 года, старшему сыну. Вот. И я понимаю, что я всё-таки многого не додал ему, ну, вот такого внимания. Я даже ему стихотворение придумал, там, «Прости меня, мой первый сын, что слов не находил, и от избытка крепких вин тебя недолюбил, недоиграл с тобой в лото и в сад недоводил, недочитал тебе борто, недопотратил сил». Хорошие стихи. Вот. И спасибо. Я понимаю, что, наверное, вот нужно было сидеть с ним вместе, пелёнки как-то стирать. Не нужно, не нужно. Я подумал просто, ну, хорошо, а вырасту я. Он скажет, пап, а ты вообще что сейчас? Чего ты добился? А я скажу, сынок, а я ж тебя в коляске. А я ж тебе как-то соску давал. Он говорит, ну, надо было тебе заниматься. И я поэтому занимался тем угодно. Я продавал так какое-то спиртное, какие-то кофточки, какие-то рубашечки. А потом мы коллективом купили смокинг за 100 долларов, моего, значит, размера. И я пошёл. Меня буквально как на войну провожали. Камиль, давай, первая свадьба. Я ночь не спал. Я придумал конкурс специальный. Я придумал весь сценарий, как я буду. Я в течение пяти часов, я не уходил от стола. Я понимал, что так, вот с этим сейчас можно работать. Вот эти у нас это. Это у нас, значит, жених с невестой. И у меня было то ли от зажима такого, то ли от желания, что хотелось всё это показать. И я как дал там просто. И все были счастливы, в восторге. И я был ещё в смокинге. Всё было так красиво. За 100 долларов куплено на четверых. Давайте Кортневу послушаем. Он тоже смешно рассказывает. Камиль замечательный конферансье, вообще ведущий самых разных мероприятий и вечеринок. И иногда становится конферансье не потому, что его кто-то просит об этом, а просто по велению души. Сидит, сидит за столом, потом вдруг начинает вести всё это, когда ему, очевидно, кажется, что что-то идёт не так. Вот делает он это громко, убедительно, все страшно радуются. И вообще очень забавно, когда в одном помещении на одной какой-нибудь свадьбе или дне рождения собирается человек 10, которые профессионально за деньги занимаются ведением свадеб и дней рождения. И я не могу сказать, что все начинают друг с другом мериться талантом. Конечно, нет. Но вы понимаете, что в этом помещении очень шумно становится. Так вот, Камиль громче всех. Это точно, да. Это точно. Но, кстати, у Лёши есть хорошая мысль по этому поводу. Говорит, у кого микрофон, тот и главный. Тут и главный, конечно. То есть, если ты на вечеринке, у тебя микрофон, всё, извини. А ваша собственная свадьба какая была? Вы же очень рано женились. У меня было, да, две свадьбы. Тогда я был очень зависим финансово, и поэтому я пришёл к родителям и сказал, что родителям... А большая татарская семья-то ведь должна была пообразить. Родственников было очень много, очень было много. Родственников порядка 100 человек, наверное, так вот. Здесь, в Москве? Нет, там, в Волгограде. И вы невесту туда повезли? Или вы её оттуда... Она из Волжского, первая супруг у меня. Из Волжского. Вот, 20 лет мы прожили вместе. А как вы познакомились? На перроне просто. Я шёл мимо, увидел девушку. Говорю, о! Вариант! Подумали вы. Подумал я. Вариант, да. И мы что-то так поговорили, поговорили. А потом я уже в Москве встречал её на взлётной полосе с цветами. Я обошёл все кордоны, естественно. Потому что мне надо. А вам, когда надо, вы все кордоны обойдёте? Когда надо, да. А она знала, что вы столичный артист? Нет, она меня вообще не знала и не запомнила, как меня зовут. Вот. Знаете, когда в разговоре думаешь, блин, как его зовут? И вдруг человек тебе подсказку делает. Вот. И я встречаюсь со своими друзьями, и мне говорят, Камиль! Да? Конечно. Вот. И ты уже потом успокоен. Камиль. А вот, да. И так далее. Да не, ну, всё это было как бы романтично. И, в общем-то, я говорю спасибо своей супруге, которой мы прожили 20 лет. Вот. То есть прошли все сложности, так сказать, от солдата до генерала. Генерала. Вот. И да, потом вот мы развелись, и у меня сейчас другая семья. Нет, развелись, соскучились просто? Или уже всё, нечего было спасать, или незачем было спасаться? Ну, я бы, наверное, не хотел вдаваться в эту подробность, чтобы не сделать никому больно, скажем так. Нет, не будем мы делать больно, это совсем не наша задача. Просто я хочу сказать вот что, что какие бы ни там случались перипетии, да, какие-то любови, расставания, всё равно обязательно ты делаешь кому-то больно. Или себе, или окружающим. Ну, не бывает по-другому. Я понимаю, что как бы вот для всех ты добрым всё равно не будешь, что бы ты ни делал. У меня был период, когда я буду делать только вот добрые дела. Да, и я такой ходил и делал, и вот я такой молодец, и сейчас ко мне будет всё возвращаться, или не будет, неважно, мне так комфортно, мне делать. А потом я смотрю, что как бы, ну, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, да и, в общем-то, и, значит, тебе хочется это делать, ты это делаешь. Если не хочется, ты это не делаешь. Ну, то есть, знаешь, ждать какого-то отката, наверное, неправильно. Ну, знаете, есть такое, говорит, я тебя люблю, сказала она ему. Хорошо. Что значит хорошо? Я тебя люблю. Здорово. Я тебя только могу поздравить с тем, что ты меня любишь. Чего ты ждёшь? А ты меня. Ну, подожди, ну, это базар уже, рынок какой-то. Просьба по датчику. Ну, да, да. Или там, я тебя не люблю, да, ты делаешь больно. Ну, здесь надо, да, надо выбирать. Либо, если, как говорится, у нас есть в спектакле несколько предложений, которыми я заканчиваю. Я говорю, помнишь, сынок, ты меня спрашивал, оставаться тебе или уйти? Не знаю. Я знаю одно. Легко любить, когда ты её любишь. А ты попробуй любить, когда ты её не любишь. Оставаться и не любить, это, наверное, самый скверный вариант. Но если ты не можешь уйти, значит, лучше остаться и любить. Попробуй, сынок. Попробуй, действительно, попробуй. Ну, не получится, ну, да, тогда нужно как бы. А кризис среднего возраста у мужчин бывает? Бывает ещё как. В чём он выражается? Ты просто чувствуешь это состояние какое-то... Ну, действительно, ну, вот сделал я это. А получил удовлетворение? Ну, да, вроде получил. Ну, что-то же надо делать дальше. Да. А для чего? Ну, чтобы как-то. А почему? И вот эти все почему, вроде есть и ответы, есть и вопросы, и ты на них как бы отвечаешь. Ну, ты не понимаешь, действительно, ну, вот ради чего это всё? Ну, жизнь одна, и как-то нужно её прожить. Вот я там, допустим, купил дом, я что-то делаю, делаю, делаю. Здесь вот нужно какую-то подпорку, здесь какую-то веранду. И вдруг останавливаю себя. А жить-то когда? Ты поживи, получи удовольствие от того, что у тебя уже есть. Вот. Вот. Сядь просто там в саду, выпей чай. Я в какой-то момент себя действительно остановил. Думаю, я буду наслаждаться. Вон у меня качели есть, пойду покачаюсь. Класс. Так, ой, у меня вон какая, смотри, балкон есть. О, сейчас буду загорать и читать. Пять минут почитал. И везде так отметился. Вроде хорошо. Вроде вот оно. Да. И нафига? Да, да, да. Потом, ну, хватит уже нудить. Ну, всё же здорово. Вот у тебя сын растёт, маленький, второй, четыре месяца. Вот ты взял жена, любимая, всё хорошо. И вот так вот уходишь вот в это. Вот надо просто, мне кажется, расставить приоритеты. Это сейчас модное слово, это гармония. Найди гармонию. Я сейчас вот кого-то поздравлял. Я говорю, слушай, я тебе желаю найти гармонию, а потом думать, что с ней делать. Ну вот. Что это? Ну вот гармония. Люди тоже, вот эти монахи интересные, они так уходят. Вообще здорово, да? Они ушли от всего. Им денег не надо. Им, значит, не нужно никуда ездить, не заморачиваться эти билеты купить, ещё что-то. У них хорошо. Банан съел, медитируй. Класс. Кто-то пришёл, делай так. Всё, дал совет. И всё. Хорошо ли это, я не знаю. Ну как, надо что-то созидать, надо что-то делать. Я смотрю на одноклассников. Они в Волгограде. Кого-то, к сожалению, уже нет. Кто-то там чем-то. А я думаю, а вот хорошо, что я это сделал, что я уехал в Москву, что поступил в театральный. Да хорошо. Да и правильно. То есть вот надо всем говорить, что, ребята, не надо прозябать, надо делать что-то. Надо делать. Потому что, вот я сейчас извиняюсь, одного человека, я разговаривал, я говорю, сколько вам лет? Он говорит, мне 87. Я говорю, да ладно. А вы как? Вы, наверное, не пьёте, не курите? С 15 лет каждый день курю, не вынимая. Пью каждый день. Я говорю, ну это у вас генетика, значит. Он говорит, нет, я просто пашу каждый день. Я вот работаю, я пробежал, пошёл что-то там вскопал, пошёл туда, поработал. То есть вот работой он вот это вот, наверное, или компенсирует, или что-то такое. Потому что, действительно, ты просыпаешься с утра, ну буду сегодня лениться. И у тебя весь день вот такое. А когда ты встал и помчался, здесь пелёнки поменял, тут что-то купил, там позвонил, съездил на пробы, там спектакль, цветы принёс, хоть это банально, но это замечательно, и класс ты прожил. И задумался. Гармония? Да. И нафига тебе это? В квартете И вся история делится до дня радио, да, и после дня радио, когда вышел этот спектакль. Кусочек, давайте сейчас посмотрим и продолжим разговор. Это вся техника, думаешь, на ком? На мне? Приходится как-то... Раз, 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 раз. Расслабляться? И, по-моему, сейчас самое подходящее время. Подожди, старик! Держи себя в руках! Ты же ведь на работе! Я на работе, да, я держу себя в руках! О! Держу в руках! С другой стороны, старик, ты же ведь профессионал. Да! Ты можешь работать в любом состоянии? Могу. Тогда зачем себя искусственно ограничивать? У вас есть какая-то там внутри, я не знаю, ну, это вопрос, который интересует всех? Конкурентная борьба, кто главнее, кто старше, кто... Кто остроумнее, кто краше? Из вас четверых самый красавец кто? Вы, конечно. Правильно. 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 А самый остроумный? Нет, здесь такой момент. Я просто часто сравниваю наш коллектив с обычной семьей. Ну, мы только вместе не спим с ребятами. Это можно не вырезать, это чистая правда. Вот. А так все отношения, как в семье, у нас происходят, да? То есть кто-то считает себя, ну, я-то умней. Начальником, да. Вот, да-да, ах, так, я пошел, мы его вернули опять. Вот все как в семье. Поэтому за просто за эти годы мы, ну, как-то уже себе распределили. Вот ребята сидят, пишут, допустим, Слава, Леша и Сергей. Они сидят, пишут сценарии. Потому что Саша и я, мы не очень в этом плане как бы усидчивы. То есть вот приходить там и сидеть весь день, писать. Вот они этим занимаются. Я в это время, пожалуйста, могу заниматься этим делом. Саша еще где-то. У нас абсолютно коммунистическая система оплаты. То есть все, что мы где-то зарабатываем, мы приносим и делим на пятерых. На всех? Да. А это справедливо? Ну, мы так считаем, да. Это вот у нас такая вот ситуация. Но в тот момент, когда ребята пишут, я заработал. Они потом написали, мы сняли фильм. Заработали от него. Да, это логично. Мы раньше сидели в пятером, обсуждали кто-то, значит, был согласен, не согласен. А потом решили, а вы можете эту работу делать? Вот и делайте. Окей, делайте. Тогда я в это время буду заниматься чем-то другим. Делать другую, логично. Но я буду делать. Не то, что я буду, написали, давайте я сняю. Сейчас я сыграну. Деньги получил и все. Слушайте, а вы за эти годы, вы друг другу не надоели до смерти? Надоели, конечно, конечно, и надоели. Ну, как, ну, то ушел в другую комнату, отдохнул. Отдохнул, понятно. Да, уехал куда-то, отдохнул опять же. Вот это мне тоже очень понятно. А за кулисами у вас там те же гладь Божьей благодать или... За кулисами, а чего? За кулисами мы прикалываемся, потому что мы играем уже там спектакль «День радио» 15 лет, да? Ну, как можно играть один и тот же текст? Одно и то же. Вот я только хотела спросить. Мы раскалываем друг друга, это просто вообще как бы... Ну, как? Ну, это какие-то нюансы на зеленом спектакле. Зеленый спектакль это... А что такое зеленый спектакль? Это когда в конце сезона заключительный спектакль, и тогда артисты друг другу, там, коллегам придумывают какие-то эдакие каверзы. Вот у нас был... Специальный? Да, вот «Несчастный случай» на «Дне радио» пирожки закачали какую-то острую смесь невероятную. Они, значит, ее ели, соответственно. Но мы тоже придумали. Мы поставили телевизор, значит, экраном к ребятам, и зритель этого не видел. И когда они заиграли очередную композицию «Несчастный случай», то там было жесткое порно. Ага, демонстрировалось. Им, да. Да, да. То есть зритель-то не видел, а? И что характерное, барабайщик стал попадать в ритм. Понимаете? Ну, то есть, да. Ну, я понимаю, да. То есть вот за счет этого все, и все, и все, и устали. Я думаю, ну, хорошо, ну, снимем мы сейчас этот спектакль. Вы же на следующий день скажете, как жалко, что мы его не играем. Это такое немножечко, знаете, такая... А вы как-то входите в роль, настраиваетесь на спектакль, как-то так делаете? Нет, ну, я иногда там в голове прогоняю ту или иную сцену, допустим, вне радио, там, вот, там, многое на мне держится, да, там, рогатики, чернопопики, вот это все. Ну, я так чуть-чуть выстраиваю, вот. А так, чтобы приходить за час, гримироваться, нет. Ну, вот Саша Демидов говорил, что он прилетает тут же на сцену. Давайте сейчас Демидов, Демидов сейчас, как раз... А, еще там еще? Не все рассказал. Еще немного Демидова. Перед началом спектакля, кто с чем занимается? Ну, Леша со Славой разговаривает перед телефоном. Я тупо смотрю на стенку или там записываю какие-то свои записульки. Значит, вот, что-то такое там, перебираю свои какие-то бумажечки. Вот, сижу там, в каких-то там тоже сетях или там так далее, так далее, в себе, короче. Камиль орет. Орет. Он таким образом, как и в семье, так и у нас перед спектаклем орет. Там, фах, парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Это он таким образом настраивается на спектакль. То есть, вот, приходит кто-то, кто орет у вас, кто поет, кто постоянно что-то... Это камиль, он настраивается перед спектаклем. Это нормально, ему нужно проораться, прокричаться, завести себя. Вот. Ну, да, действительно, это так. А что вы орете за себя? Единственное, что я не ору. Я не ору, я... То есть это все вранье. Я громко... Нет, я не ору просто. Орать тупо, это никому не интересно. На протяжении, там, вот, 20 лет, действительно, там, вот, перед спектаклями, я это делаю часто. Но, когда я прекращаю это делать, там, подходит ко мне Леша и говорит, Камиль, что случилось? Что случилось? А почему ты не... А вы правда что-то поете или что вы делаете? Ну, вот я говорю, тройка, 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 тройка серых лошадей, спел бы песню веселей, да нет, веселей. Ну, и там, брат веселей, да. И что-то... Лезет в голову все что угодно. То есть я могу цитировать, что ли, Александрийского столба. И они слышат это в течение уже 20 лет. Это репертуар, который они... А те, кто не знает, там, приходят Леша Макаров или Миша Полицемака, они так смотрят и говорят, ребята, все нормально, да? Он говорит, да. У вас все нормально? Да, да, у вас все нормально, все ничего не слышно. Да, говорит, ну, и Камиль, ну, я уже эту шутку там слышу в 200-й раз, но, тем не менее, и они от этого тоже заряжаются. Потому что, ну, это же чувствуется. Что-то зритель сегодня не такой. Я говорю, а разминки-то не было? Не было, да, 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 да. И поэтому меня иногда несет, да, просто какой-то поток. Это могут быть пародии, это могут быть какие-то анекдоты, это могут быть какие-то... Я начинаю там пародировать Лешиного папу. Он любит, говорит, Лешка, Лешка, да, берет так сигарету. То есть он прячется за такую маску. Я ему как-то показал, он говорит, это папа. Папа, и все. И когда... И такая умиленность сразу, ну, поэтому, да, я так разминаюсь. А своих вы пародируете? Ребят? Да, да, да. Ну, иногда какие-то моменты... Передразниваете. Передразниваете, да. Я иногда говорю, что Леша, вот ты вот реагируешь вот на это вот так. Или он когда закуривает, он почему-то и кает. Вот, он так в воздух к нему попадает. Ой, извините. Он так... Я говорю, или вот ты на это вот так реагируешь. Сейчас уже какие-то вещи, ты можешь говорить, вот раньше на это человек обиделся. А сейчас ты ему говоришь... Уже нет, да. Да, ты ему говоришь просто... Это, наоборот, идет, ну, как бы в пользу, да. Ой, спасибо, что сказал. Наверное, я не так себе... Надо вот так вот сесть, да, или так вот говорить. А вам не тесно там четверым? Вы же такие все разные. Да нет. Мы разные. И поэтому мы не занимаем место друг друга. То есть у каждого свое место. Мы и внешне все разные. Один маленький, другой лысый, кучерявый. Четвертый нормальный. Вот. Поэтому нет такого, что вот, о, там, типаж, да, кому играть эту роль. Нет, все как-то распределяются. И в общем-то к каждому находится свое место. И это правильно. Вы знаете, был момент в моей жизни, когда мы смотрели День выборов, в течение, я не знаю, ну, наверное, месяцев трех, каждую субботу. Ух ты. Вот это как раз такое абсолютное советское кино, растащенное на цитаты. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели отрывок небольшой. Угу. Емельянов слушает. Ларин беспокоит. Камиль Ренатович. Советник по особым вопросам. Слушаю вас, Камиль Ренатович. Ну, как дела в области? Спасибо. Нормально. Как выборная кампания, без нарушений? Да нет, все в порядке. Уверен. А в чем дело? С холерой ты палку перегнул. Какой холерой? И я ничего не знаю. Ты вот только дурака из меня не делай. Короче, человек не сам по себе приехал, и проблемы ему не нужны. А то ведь они могут и у других начаться. Не понял. А что тут непонятного? Ты же у нас на третий срок идешь. Что в общем-то неправильно. Мы на это глаза предпод закрыли. А можем что? Предпод открыть? Моя шутка. Это и моя шутка есть. Кроме кино, кроме спектакля, и вам еще что интересно? Вот сейчас я набрался наглости выпустить сборник стихов. Пока не своих. Вот этот самый сборник, так он называется, стихо творения. Вот. Это, кстати, мой старший сын придумал. Ян. Вот. Здесь 16, помимо меня, то есть 17 соавторов. Ну вот мои коллеги, режиссеры, актеры, музыканты, писатели. Как выяснилось, они еще и придумывают стихи. И когда я рассказал одному издательству идею, им понравилось, и в общем-то мы стали над этим работать. То есть он очень получился добротный, очень красивый, с хорошими фотографиями, со стихами. А вы вот с тех пор, как рассказывал Демидов, изменившие девушки посвятили поэму. Вы так и пишете стихи? Да, да. Вот я туда тоже свои вкрапил стихотворения. И хочу отдельный сборник еще написать уже своих стихотворений, начиная там с 15-летнего возраста, вот, до сего дня. Да, и я, да. Ну и я не говорил, что так, я пишу стихотворения. То есть я так очень скромно об этом говорю. Я там собираю слова, которые иногда рифмуются. Сейчас Леша Кортнев про это расскажет. Ох ты что. Камиль пишет стихи. Очень любит писать стихи по ночам и присылать их в виде смс-сообщений длиной в десяток телефонов. То есть десяток телефонных экранчиков, понимаете. И это не только у меня, но и у всех каменных друзей такое отдельное ночное развлечение. Проснуться и читать ничего не понимая каменной стихи о жизни, о смерти, о любви, о размышлениях каких-то его. Ну, да. У меня был период, когда вот стихи шли в момент выпивания спиртных напитков. Вот, естественно, в этот момент мне очень хотелось общения. У меня порядка пяти человек было, которым я их сразу отправлял и ждал рецензию. Я говорю, о, молодец, класс. А ну-ка еще Мишке Ефремову. Он говорит, Камба, что случилось? Когда Миша Ефремову позвонил, он говорит, что опять выпил? Я говорю, Миш, могу я тебе просто позвонить? Говорит, Камба, все нормально, все хорошо. Ну, сейчас три часа ночи. А есть какие-то цитаты из того же Дня Выборов или из того же Дня Радио, которые вот вам надоели, спасу нет никакого? Нет, иногда кто-то подходит и говорит там, Люба. Я говорю, какая Люба? А это, да, из Дня Выборов. Люба! Думаю, блин, это я сейчас должен дать. Человек это носил-носил, увидел меня, ассоциировал это все, выдал. Это приятно, когда говорят о тебе, о твоем творчестве. Это же, как правило, через пять минут поговорили о тебе, а потом уже пошли фуры, растаможки, пять миллионов по безналу. Конечно. А ты думаешь, а еще обо мне как-то? Немножко, да, да, да. Вчера, опять же, приехал на какие-то пробы, и дежурный, который открывает ворота, он так подходит. А автограф я у тебя, по-моему, не брал, да? Я фотографировался, но не брал. Я туда часто приезжаю. Сейчас. Он берет пачку фотографий, я говорю, о, какая у вас картотека. Он говорит, так, держи половину, и мне половину. Смотри, ты там есть или нет? Я, да, Гима Марьянов, корни. Я как дурак сижу, мне на пробы надо ехать. На! Слушаюсь, товарищ главный. И я это, я говорю, не, меня нет. Ну, тогда нужен снимок. Я говорю, можно я сейчас пробы сделаю, да, и вернусь? И действительно, я, значит, с пробы возвращаюсь, поставил машину. Я говорю, ну что, будем фотографироваться? А как же? А что же у меня, не будет, что ли? Вот, мы, значит, сфотографировались. Во, теперь есть, да, все. Главных ролей тебе. Я говорю, спасибо. Добрый человек. Главных ролей тебе. Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо. Я и не сомневалась, что Камиль Ларин окажется очень интересным собеседником. Он обладает замечательной способностью не только увлекательно рассказывать, но еще по-настоящему слушать и слышать. А еще он очень талантлив. И я уверена, что все его главные роли впереди. Субтитры создавал DimaTorzok